Вести Карачаева, Черкесия Публичное акционерное общество «Газпром» и Карачаева, Черкесия подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации республики до 2025 года. Подписи под документом поставили руководитель региона Рашид Тимрезов и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер. Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту в регионе сформировалась потребность в расширении газовой инфраструктуры. В общей сложности реализация обновленной программы позволит газифицировать 27 населенных пунктов республики. Будут созданы дополнительные стимулы для развития туристической инфраструктуры, в том числе курортов Домбай и Тиберда. Компания также проведет техническое перевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Это обеспечит возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключению новых в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Ужигутинском, Хабесском районах и Черкесске. На минувшей неделе в Карачаево-Черкесии несколько дней работала представительная делегация Совета Федерации России. Сенаторы провели в регионе серию выездных совещаний, а также посетили ряд сельскохозпредприятий и социальных объектов. С главой региона и правительством Карачаево-Черкесии они обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса, туризма, строительной и социальной отраслей Карачаево-Черкесии. Какие решения были приняты по итогам поездки, об этом председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко рассказала нашим коллегам с телеканала «Вместе.РФ». Будем докладывать Валентине Ивановне Матвиенко о результатах поездки по ускорению строительства тех объектов, которые так необходимы республике. Большой акцент делается с точки зрения туризма на развитие этого региона, потому что уже сейчас в налоги республики поступают доходы именно от туристической деятельности. Это не может не радовать, потому что эти деньги идут в том числе и на развитие региона. Делегация из Карачаева-Черкесии под руководством министра культуры республики Зураба Гербова приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню единения России и Белоруссии и открытию общественной организации «Себры Старобельска», которые прошли в Старобельске Луганской Народной Республике. В состав делегации вошли артисты Карачаева-Черкесии, которым было присвоено звание «Себры» – «Друзья Старобельска». Артисты, представляющие творчество народов многонациональной Карачаевой-Черкесии, исполнили перед жителями нового региона России произведения, любимые в Карачаевой-Черкесии и за ее пределами. Помимо музыкальных номеров, наша делегация подарила детскую литературу для библиотек района. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности сообщила заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение мозговых штурмов. И мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности такие, как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. И в продолжении этой темы 26 работодателей станут участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» на территории Карачаева-Черкесии. Ярмарка будет работать с 10 часов до 15 часов во Дворце культуры Черкесска по улице Гутякулова, 2Б. На ней будут представлены вакансии в различных отраслях экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, производстве и других. При посещении ярмарки соискателям рекомендуется подготовить резюме и несколько копий для распространения среди работодателей. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан, включая обучение в другой местности. В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты от центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения центра занятости города Черкесска Наталья Пожидаева. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению, допустим, работы по имеющейся профессии или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости и уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации и профобучения знакомят его с перечнем курсовой подготовки, по необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Ну, я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. Бренды республики представлены на международной выставке «Мягкое золото России», которая проходит в Пятигорске и продлится до 14 апреля. Предприниматели региона разместили свою продукцию на коллективном стенде Карачаевой Черкесии, который установлен центром «Мой бизнес» при поддержке республиканского Минэкономразвития. Карачаево-Черкесию, в частности, представили такие бренды, как «Идеал» – это производство головных вязаных уборов, «Алабар» – производство вязаных изделий и детской одежды, «Вияжи» – производство головных уборов, «Горянка» – это производство платков и «Асмир» – производство головных уборов для детей и подростков. В рамках мероприятия производители смогут найти новых партнеров, получить заказы на продукцию на год вперед, а также заключить контракты на выгодных условиях. Ательеры Карачаевой Черкесии могут принять участие в «Круглом столе» на тему «Реализация грантовых проектов туристической отрасли», который состоится 14 апреля в центре «Мой бизнес». Спикерами мероприятия выступят представители Министерства туризма и курортов республики, а также эксперты в сфере поддержки бизнеса. А в рамках «Круглого стола» специалисты Министерства туризма и курортов проведут консультации для грантополучателей прошлых потоков и расскажут о тонкостях реализации полученных грантов. И об особенностях формирования отчетной документации. Началась реализация социального проекта в сфере креативных индустрий. Развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Проект реализуется некоммерческой организацией «Институт социально-креативного развития актива» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Подробности сообщила продюсер развлекательного шоу Мадина Лайпанова. Проект «Лицо кавказской национальности» является уникальным в своем роде. По масштабу, по географии проекта он будет представлять собой познавательное развлекательное шоу, которое познакомит телезрителей с обычаями, традициями народов, проживающих на территории Северного Кавказа, а также покажет красоты природы, которые есть на нашей территории. Приглашаем всех желающих принять участие. Для этого необходимо заполнить заявку в официальной группе некоммерческой организации «Оно Искра». Можно будет найти гугл-форму, отправляйте. Все заявки будут рассмотрены, и вполне возможно, что именно вы станете одним из участников, который будет представлять нашу Карачаево-Черкесию в данном шоу. Карачаево-Черкесия в республике Валерий Дорогань. Мы стараемся им предоставить все возможности для получения полноценного образования, для получения полноценной профессиональной подготовки. Это делается для того, чтобы эти люди были готовы к дальнейшей жизни, к дальнейшей профессиональной деятельности. И это и есть наша основная цель. Международная акция «Сад памяти», цель которой является высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны, в этом году пройдет уже в четвертый раз. Черкес по традиции не останется в стороне и присоединится к такому важному и символичному мероприятию. В рамках патриотической акции «Зеленый фонд города» снова пополнится молодыми деревьями. Всего планируется высадить 100 саженцев. В их числе 50 либ, 20 кленов, 20 яблонь и 10 каштанов. Администрация Республиканского центра приняла решение посадить их на территории детских садов, так как в рамках городской программы и так запланировано озеленение общественных территорий. Курорт Архыз стал вторым по популярности горнолыжным курортом страны среди жителей, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределами своего региона. МТС с помощью сервиса бронирования отелей, МТС Тревел и геоаналитической платформы Геоэффект проанализировала турпоток на крупнейших горнолыжных курортах России. Так, курорт Архыз уступил лишь склонам Сочи. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Узджгута-Терезе начались масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старое основание последовательно на отрезках не более 3-х километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Муаят Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двухслойное асфальтобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. На улицах Республиканской столицы приступили к замене дорожного полотна. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 13 километров автодорог и пешеходных зон, рассказал заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска, Равиль Текеев. В первую очередь это как дороги к социально значимым объектам. В частном секторе особое внимание мы обращаем на ширину дороги, потому что есть участки такие в частном секторе, где ширина дороги не позволяет у нас сделать полноценные две полосы, поэтому приходится там ремонтировать дорогу путем грейдирования данного участка. Не получится у нас поселить полноценный асфальт. Уже сейчас мы формируем списки дорог, подлежащих ремонту на 2024 год, готовим предложение. Любой житель города Черкеска может обратиться в мэрию города Черкеска, в управление ЖКХ, с просьбой отремонтировать тот или иной участок автомобильной дороги. Комиссия выйдет, рассмотрит и будем вносить предложение. Планируем в рамках ремонта обновить дорожное полотно, провести устройство бордюрного камня, нанесем разметку и доустановим количество дорожных знаков. Порядка 270 километров линии электропередачи планируется отремонтировать в республике. Энергетики Карачаева Черкеска Энерго с наступлением тепла приступили к активной фазе ремонтных работ на энергообъектах. Помимо этих 270 километров линии электропередачи различного класса напряжения, им предстоит заменить более 2000 изоляторов, заменить 630 опор ЛЭП, установить 315 птицезащитных устройств, расчистить почти 65 гектаров просеки в охранной зоне ЛЭП. В Черкесске сотрудники правоохранительных органов выявили подпольный мини-спиртзавод. В частности, на улице Первая Подгорная обнаружили незаконное производство, где изготавливали водку без лицензии. Всего изъяли автоматизированную линию розлива, 4800 литров спирта, содержащей жидкости, более 57 тысяч бутылок готовой водки, 44 тысячи пустых бутылок, крышки и этикетки. Центральный банк страны сообщает о новых мошеннических схемах. Преступники научились похищать деньги граждан без данных карты. Некоторые банки предоставляют услуги снятия наличных денег в банкоматах с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент сможет сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим и стали пользоваться злоумышленники. Они звонят гражданам под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета, просят создать и прислать QR-код на данную сумму, якобы отменить операцию. Поэтому никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летней местной жительницы, которая обвиняется по нескольким частям статьи 228 Уголовного кодекса России. Информацию комментирует старший помощник прокурора Карачаевой Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Обвинительное заключение утверждено в отношении 28-летней местной жительницы. По версии следствия, обвиняемая в период с октября 2021 года по январь 2022 занималась сбытом вещества, содержащего в своем составе наркотические средства мифедрон и каннабис, дистанционным способом с использованием сети интернет. Злоумышленница перевезла наркотики из Ставропольского края на территорию Карачаева Черкесии, где произвела тайники закладки. Ее преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Наркотики изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела во отношении иных неустановленных членов преступного сообщества выделены в отдельное производство. В эти дни в Орле проходит 32-й чемпионат России по армрестлингу среди мужчин и женщин, в котором принимают участие 600 спортсменов из 49 субъектов России. Сборная Карачаева Черкесии выступит сильнейшим составом из 14 спортсменов, в числе которых Олег Черкасов – 7-кратный чемпион мира, Марат Мамхегов – чемпион России 2022 года, Али Чипчиков – трехкратный чемпион России, Марат Айбазов – чемпион страны 2021 года, Ахмат Айбазов – двукратный чемпион России и Шурумбик Азиев – бронзовый призер чемпионата мира. В станице Суворовской Ставропольского края прошли всероссийские соревнования «Юность России» по буксу среди юношей 15-16 лет, которые были отборочными перед первенством страны. В составе сборной команды Карачаева Черкесии выступил воспитанник спортивной школы номер 4 «Черкеска» Дамир Гумжачев. В весовой категории 75 килограммов Дамир провел три боя одержал победу над соперниками из Ставропольского края, Северной Сети, Алании и Белгородской области. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, при порывах 11-14 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов, в горах местами плюс 9-14, свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесии днем небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч!